Суэта. Да, в некотором роде. Молодцы! Понятия. А-а-а! Давай! У-у-у! У-у! Ассоциации, какие-то известные ассоциации, объединенные. Женская логика, она непостижима. Здравствуйте, дорогие друзья! Это новая неделя игр проекта «Бегом за деньгами» на телеканале Хабар. Меня зовут Серик Акишев. У нас бегают, у нас думают и у нас получают удовольствие. Более того, у нас получают еще и деньги. С огромным удовольствием представляю сегодняшние команды. За синим столом, теле, но сейчас больше радио. Ведущая, такой камбэк, замечательный блогер, пиар-директор, умница и красавица Диана Снегина. Давайте ей поаплодируем. Светлана Осипова сегодня в команде с Дианой. Эколог, инженер-строитель, владелец тюнинг-ателье. Что это? Вы машины тюнингуете? Да, да, мы тюнингуем внедорожники. Вау, круто! Позже поговорим о профессии. За красным столом Тимур Шаткалиев, креативный директор рекламы агентства. Здравствуйте, Тимур. И Александр Дубровский, айти-специалист. А об этой команде можно сказать, что они большие профессионалы в куис-шоу, в интеллектуальных играх. Это уже какая по счету вообще игра примерно? 35-й формат, да, наверное? Не, ну если считать все форматы, то с десяток наберется. Ага, серьезные соперники. С другой стороны, девушки, вы посмотрите на них, они очень скоростные. Вот прям видно по ним, да? Так что, что победит, интеллект или скорость? Нет, а что это я их интеллекта лишил вообще? Это что-то за шмак. Абсолютно, это не очень понятно. Что победит, интеллект или скорость? Или интеллект или скорость? Это мы, конечно же, узнаем уже сразу. После первого раунда будет понятно, что и как происходит. Давайте начнем, поехали! Друзья, это первый раунд шоу «Бегом за деньгами». И у нас есть замечательная история. Мы должны вначале рассказать правила нашим игрокам и вам, уважаемые зрители, если вы впервые с нами. Поехали! Правила первых четырех раундов телевикторины «Бегом за деньгами». На правом табло обозначены шесть слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются четыре таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно сопоставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают десять баллов. По итогам четырех раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч тенге. А теперь, для того, чтобы определить, кто первым выберет категорию, я прибегаю к помощи нашей счастливой монеты. Красная или синяя? Итак. Была красная, честное слово. Синяя? Красная, красная, я верю. Ты видела, да, красная? Хорошо. Она, смотри-ка, не сдается. Я купила синяя. Здесь все-таки нет. Но вот это была первая площадь, поэтому красная монета. Команда Тимура и Александра будет первой выбирать категорию. Профессии или части целого? Не очень понятно звучит. Да вы, потому что, и вслух обсуждаете. Вас смотрят миллионы телезрителей. Нет, части целого, думаю. Тимур, Саша, погромче, пожалуйста, чтобы мы вас слышали. Я за профессией. Мне кажется, если есть возможность выбора, то... Мне больше интересно такой блок. Берем профессии. Берете профессии. Хорошо. Вам достаются части целого. Насколько это правильный выбор был, мы знаем совсем скоро. Господа, пожалуйста, к стартовой кнопке под аплодисменты нашей студии. Тимур, Александр, у меня к вам, как к профессионалам в интеллектуальном бизнесе. Вы просто правда, в частности, с Тимуром Шиккалимом встречались на разных играх у меня в социальных сетях, на различных проектах. Я очень рад, что вы прошли сквозь сито отборочных туров и оказались здесь. Так вот, были ли игры, где нужно еще и физические усилия прилагать? Я не припомню. Это первое, значит. Отлично, очень приятно это слышать. Итак, выбор категории профессии. Давайте посмотрим на правую сторону табло, и там написаны... Сейчас появятся стихи, проза, картина, музыка, спектакль и рецепт. Это, так сказать, продукты креативного творчества, да? А слева их производители будут появляться. Я думаю, что в процессе разберетесь. У вас есть 30 секунд. Три, два, один. Тимур нажимает на кнопку. Время пошло. И первая табличка – это повар создает... Так, хорошо. Дальше. Отлично. Художник. Художник создает... Так, дальше. Хорошо. Следующая табличка – поэт. Поэт, поэт, поэт. Так, отлично. Дальше. И композитор. Композитор. Композитор вот сюда. Возвращайтесь обратно. Здорово, что первый выбор оказался столь легким. Вы могли как раз разобраться, что к чему в нашей игре. 10 баллов, во-первых, за скорость. Я вам добавляю, вы уложились больше, меньше, чем в 30 секунд. Поэт и стихии, конечно, 10 баллов. Это правильный ответ. Художник и картина тоже правильно. Композитор и музыка тоже верно. Повар и рецепт. На самом деле, это тоже творчество, да? Все, что это будет. Молодцы. Возвращайтесь к нам. Прошу сюда, господа. У вас и того, по итогам вашей первой пробежки, целых 50 баллов. Это максимальный результат из возможных. Я очень рад, что вы сразу начали быстро бегать, не раздумывая. Это очень важный момент в нашей игре. Комментировать, я думаю, вопрос не будем. Он очень легкий, разминочный, да? Возникает вопрос Диана и Светлана. Будут ли части целого таким же легким? Будем надеяться. Уже название такое. Уже, что это? Давайте проверим. Сейчас под аплодисменты нашей студии Диана Снегина. Светлана Осипова готовится к своему забегу. Вопрос. Ты нажимаешь на кнопку, она бежит первая. Вот так вы решили. Хорошо, это очень удобно. Второе. Вопрос. Ты вернулась на радио. Мы все очень скучали. Ты сама тоже, да, наверное? Очень скучала, да. То есть это именно любовь к этой профессии? Конечно, это вся моя жизнь, можно сказать. Сколько лет ты уже посвятила радиоэфиру? Можно я промолчу? Достаточно много. Мы все очень скучаем. И знаешь, чего не хватало, в том числе в твоем лице? Ну, я бы это назвал такого ток-формата, да, потому что на радиостанциях много прекрасной музыки, но очень мало разговоров. Поэтому будем слушать тебя и наслаждаться интересными беседами. По выходным, по выходным. Хорошо, договорились. Итак, части целого у нас на экране. Это, смотрим, насколько это сложно. Крыло, парус, спицы, гусеницы, перископ и молотилка. А это, получается, части. Здесь будет появляться целое, что имеет к ним отношение. Три, два, один. Поехали. Продолжение следует в нашей студии. И комбайн. Света, быстрее. Что так медленно? Так. Хорошо. Сюда дальше. Следующий трактор. Трактор сейчас появится. И трактор у нас. Отлично. Дальше. Трактор. Супер. Самолет. Самолет. Это. Это. Так. Нельзя подсказывать место. Так. И велосипед. 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 О, успела. К сожалению, девушки, 10 баллов за скорость я вам не даю. Но за попытку, аплодисменты. Я думаю, все увидели, как быстро бегала Диана. Света, она твои секунды в начале сведения догоняла. Поэтому нужно обеим бегать очень быстро. Это первое. Чуть было не штрафанул Дианочка за 10 баллов. Но вроде бы она тебя не услышала. Мой звукоуловитель сработал хорошо. Поэтому считаем баллы с правильными ответами. Самолет и крыло. Конечно, верно. Велосипед и спицы. Правильно. Трактор и гусеницы. Да. Комбайн и молотилка. Отлично. Возвращайтесь сюда. Диана, не могу не спросить. Я вообще считаю тебя таким адептом. Одним из первых, когда еще, может быть, это не было в трендах, стиле одежды, который называется спортшик. Вот. Это вот сейчас я увидел спортшик в действии, да? То есть это просто какая-то юла по нашей студии. Ты всегда так быстро передвигаешься? Да, я быстро хожу всегда. И быстро бегаешь. Да. Это прекрасно, это замечательно. Света, шаг вперед. Не бойся. Я быстро принимаю решение. Быстро. И быстро я реализую. Быстро выбираю одежду. Я все быстро. И быстро я реализую. Света, тебе надо чуть-чуть. Ускориться. Хорошо. Да. Буквально двух секунд не хватило для десяти баллов, которые есть теперь у команды Тимура и Александра. А как сложатся дела во втором раунде? Давайте узнаем через несколько секунд. Поехали. Второй раунд шоу «Бегом за деньгами» на телеканале «Хабар». С нами сегодня играют Тимур Шелькарей и Александр Дубровский против Дианы Снегиной и Светланы Осиповой. А, Тимур, важный вопрос сейчас как? Ну, неизвестно, что будет во втором-третьем раунде. Надеюсь, что вопросы будут такими же. Такими же? Я думал, что вы скажете, вопросы будут посложнее. Хорошо. У вас 50 баллов, у девушек 40. Значит, вы заработали право на выбор категории «Детские стихи» или «Ученые». Ученые. Давайте ученые. Давайте ученые. Не могу не спросить о тех фигурах, которыми вы восхищаетесь, если говорить об ученых. Ну, зачем далеко ходить? Чукан Валиханов, Коныш Сапаев. Так. Отлично. Прекрасно. Александр? В принципе, любой ученый, который оставил след о себе, им уже можно восхищать. Браво. Давайте похлопаем ученым. Неважно, где они находятся. Господа, вы подарили девушкам классную категорию «Детские стихи». Супер! Прошу к стартовой кнопке. Итак, категория «Ученые». Будет ли Шукан Валиханов, Валиханов, Шукан Шасапаев? Сейчас посмотрим. Давайте. На нашем экране появляются... Появляются ученые, кстати. Да. Дарвин, Эйнштейн, Менделеев, Фибоначчи, Фрейд и Лихачев. Слева будут появляться ученые, точнее, слева будут появляться дисциплины, науки, которые имеют отношение к этим ученым. Кто вам, не знаю, нравится, не нравится из этих товарищей? Незнаком. Все нравятся в той или иной степени. Фибоначчи у него очень красивый. Да? Отлично, прекрасно, замечательно. Итак, вы готовы? Три, два, один. Сладка, время пошло. И первая химия. Так, ну это, собственно, понятно. Дальше психология. Хорошо. Так, отлично. Дальше физика. Ну это, прямо скажем, совсем легко. И математика. Математика, о которой говорил наш игрок. Отлично! Это новый рецепт по скорости на суток. Браво! Я думал, когда в прошлый раз предыдущая команда пробежала за 24 секунды, что быстрее уже невозможно. Вы сделали за 23. Это просто что-то невероятное. Во-первых, 10 баллов за скорость. Браво! Аплодисменты! Ну и теперь, собственно, задание-то само было легкое. Физика – это Эйнштейн, конечно. Химия – Менделеев. Математика – Фибоначчи. Психология – Фрейд. Возвращайтесь там сюда! И мы все-таки, я в третий раз спрошу, тяжело, когда и бегаешь, и думаешь? Ну, это первый опыт. Наверное, потому что вопросы были не такими сложными. Да. Бегать было, ну, и думать легко. Давайте так договоримся. Вы не будете против, если они еще раз свой рекорд перепрыгнут? Нет, будем. Лоток воды дайте только. Если вы еще раз перепрыгнете свой рекорд, я, может быть, добавлю вам за это дополнительно баллов. Почему мы такие преференции? Так, все, отменяется, не будет этого. Убирайте, вы надеялись, что у нас уже нарисовали. Да, все-все-все, не будет. Хорошо, итак, отменяется эта договоренность по просьбе госпожи Снегиной. Я согласна. Прежде чем они побегут, напомню, у них будут замечательные детские стихи. Итак, о детских стихах. Какой-нибудь по памяти, Диана? В лесу родилась. Ты представляешь, я тоже... Вот ученые проще. Я тоже самое сделал недавно. Света, может, у тебя есть какой-то любимый стих? Ну, я только маршака, естественно, могу. Ну, и? В смысле, процитировали? Конечно. Ну, вот, интересно, такая зависит от Пушкина. А можно Пушкина? Конечно, можно. У Пушкина, да. Ну, я и из лесу вышел. А-а-а. Это не Пушкин, во-первых. В лесу поднимается медленно. Боже, не Пушкин. Это не Пушкин, нет. Это не Красов. Это не Красов, да. Ну, вот видите, я вообще сейчас волнуюсь. Все, я не буду вас сбивать. Давайте смотрим на правую сторону табло. Детские стихи там появляются. Куда я пошла? Сергей Михалков, Агния Барто, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Владимир Маяковский и Борис Захадер. А слева будут появляться стихотворения этих прекрасных авторов. Надеюсь, они будут достаточно известными. Но мне кажется, да. Итак, три, два, один, поехали. Первая табличка – это дядя Степа. Дядя Степа, дядя Степа. Ну, допустим, дальше. Багаж. Ого. Так, багаж. Ну, куда-нибудь встать уже, потом разберемся. Так, дальше. Следующий. Тараканище. Тараканище – это. Так, дальше. Хорошо. И кем быть? Кем быть? Написал, написала. Не знаю. Допустим, сюда. Так, Яна решила кое-что поменять. И последние секунды. Вот это да. Это очень круто. Есть такая возможность поменять табличку. Уложились по времени. Правильно или нет? А вот правильно или нет, это уже другой вопрос, да. За время, к сожалению, не добавляю баллы. А теперь смотрим. А Сергей Михалков написал дядю Степу. А, это же прям, это же, ну, просто, я не знаю, огромные тиражи были. А багаж у нас? Багаж Самуила Маршака. То есть наоборот, представляешь, багаж и дядя Степа должны были быть. Тараканища, это, конечно, Корней Иван Чуковский. А кем быть? Маяковский. Да, нет? Да. Да. Молодец. Кем быть? Вадимир Маяковский. Отлично. Ну, давайте дядю Степу и Самуила Маршака отметим, так, чтобы девушки понимали, и наши зрители тоже. 20 баллов заработали Диана и Светлана. Возвращайтесь там сюда, под аплодисменты студии. Я прям очень надеялся, что когда твой последний рывок для правки, как раз, чтобы... Поменять. Поменять. У тебя была такая мысль? Я не помнила багаж. Я стихотворение помню, но не помню, кто написал. Да. Вот еще время. Я подумала, что все-таки Михалков. Михалков. Да, да. Ну, можно было бы так подумать. Я, в принципе, хоть твои мысли по ассоциациям, по воспоминаниям понимаю, в каком направлении. 60 против 100. Не так все плохо. В одной из недавних игр, наши постоянные зрители помнят, девушки, кстати, играли против команды мужчин, отрыв был что-то типа 60, что ли, баллов. Они их догнали в конце. Ну, все. Да. Итак, через секунду мы продолжим. Это третий раунд шоу «Бегом за деньгами». Ура! Ура! Я могу сказать, что у нас битва сегодня происходит очень крутая, потому что участники и интеллектуальные, и очень быстрые, и очень веселые. Хочу спросить у Светланы. Вот из строительства автомобилей как-то произошел этот переход в вашей жизни? Ну, во-первых, это архитектурная академия, да, где однозначно я смотрела там именно по тюнингу, да, мне интересовало. И формы, которые мы воплощаем сейчас в такой металлический, так сказать, обвес, они повторяют те же самые конструкции, которые мы, например, учили. Ух ты, как интересно! То есть это вы как бы подсмотрели из своей прошлой практики, да, получается? Ну, я скажу, да. Из архитектурного прошлого. У меня супруг архитектор, инженер, дизайнер, он это все создавал, поэтому и сын, да, то есть это как-то, знаете, такая творческая у нас семья, которая просто родеет, болеет и, ну, просто восхищается. И работает еще и с металлом, друзья. Такими людьми мы гордимся. Аплодисменты нашей студии. Тимур, а вы, насколько я знаю, всю жизнь были в рекламе или был какой-то период до? Был период, да. Я заканчивал, я учился на международных отношениях и была практика в нашем МИДе, но вот так сложились обстоятельства, что я попал в рекламу. А, то есть могли бы сейчас, в принципе, быть дипломатом, например, в какой стране, кстати, если бы сейчас так было бы здорово, где послужить в посольстве? Да, вы знаете, отстаивать интересы нашей страны можно, в принципе, в любой точке. Браво. Это сейчас было очень серьезное правильное заявление. Итак, у команды красных достаточно серьезный отрыв, но есть еще возможность отыграться. Итак, две категории. Кино или ассоциации? Ну, без разницы. Давай ты выберешь в этот раз. Александр выбирает категорию кино или ассоциации? Ассоциации. Какие-то известные ассоциации, объединенные. Ну, мне было бы проще ассоциации, наверное, потому что неизвестно, какие фильмы. Ну, видишь, ассоциации, это на основании логики людей. Поэтому и тигурю давай. Ассоциации выбираем, да? Все, мы выбрали ассоциации. Красный стол выбрал ассоциации. Аплодисменты. С левой стороны кино. И посмотрим, что это за ассоциации. Поехали. Ассоциации. Поехали. С правой стороны появляются Статуя Свободы, Биг Бен, Кремль, Слон. Слон, интересно, Дракон и Пирамида. Слева будут появляться страны, господа. Главное, не запутаться. Три, два, один. Время пошло. Первая табличка – это Америка. Так, хорошо, допустим. Дальше. Следующая табличка – Индия. Ага. Так. Дальше. Египет. Египет здесь. И у нас… Ага. И последняя табличка – Англия. Англия сюда. Новый рекорд поставлен в шоу бегом за бегами. 22 секунды. Фантастика. И теперь сверяем совпадение ассоциаций. Америка – Статуя Свободы. Да. Англия – Биг Бен. Да. Индия – Слон. Верно. Египет и Пирамида. Конечно, правильно. Ага. Возвращайтесь к нам сюда. И, девушки, вам досталось кино. По какой причине? Потому что, ну, мужчина показал, что ассоциациями они справятся. А вот… Ассоциациями все справятся. Да. А вы с режиссерами с кино справитесь. Да. А теперь вам предстоит справиться с кино. Прошу под аплодисменты нашей студии к стартовой кнопке. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть у меня такое все-таки небольшое ощущение, что да, возможно, Диана права в том, что с ассоциациями справится любой. Вот справиться с категорией кино сейчас, насколько будет легко, мы узнаем. Через секунду. Не могу не спросить о любимых фильмах. Диана. Собачье сердце. А, ух, как интересно. И ты его можешь пересматривать и находить в нем новые грани. Да. Круто. Светлана. Ну, мне нравится «Ликвидация», конечно, это сериал, но мне тоже нравится. Неплохо, не такой выбор. Спасибо большое. Вы вспомнили прекрасные картины. И теперь смотрим на наше табло. Там появляются «Даунхаус», «Инкогнито из Петербурга», «Узник замка Ив», «Маугли», «Легенда джунглей», «Мэри Поппинс», «До свидания», «Жестокий романс». Это все кинокартины. А теперь, внимание, вопрос. Слева будут появляться их литературные первоисточники, книги, по которым были в итоге созданы эти фильмы. Три, два, один, поехали. И первая табличка – это «Идиот». Идиот, так, куда-нибудь. Так, ну же, ну же, ну же, ну же, время. Время, дальше. Следующий. Беспреданница. Беспреданница. Так, хорошо, дальше. Следующий. Ревизор. Ревизор, подумай, подумай. Так, пиши на студии. Так, я идиота, куда, идиота, куда. Так, хорошо, дальше. И последний «Граф Мозы Кристо» выпадает на встречу дяди Снегиной. И это... Ставь, пожалуйста. Так, и... Пять, четыре, три, два, один, три, металла. А теперь пришла пора подсчитывать баллы. Десять баллов за скорость, к сожалению, девушки не получают. Но получают ли они их за правильные ответы? Вопрос, прежде чем мы узнаем. То есть в конце ты поменяла, исходя из того, что ревизор это как бы точно, да, инкогнито из Петербурга? Понятия не имею. А-а-а! Женская логика, она не постижила. Понятно. Ну, хорошо. В итоге «Идиоты» с «Даунхаусом» оказались наверху. И это, кстати, одна из самых сложных задач. Она была решена правильно. «Даунхаус» — это такой достаточно хаосный фильм из девяностых. Там Федя Бондарчука играет главную роль. И он был создан именно по идиоту Достоевского. Хотя он такой абсолютно в современном антураже фильм. «Ревизор» — «Инкогнито из Петербурга». Правильно. Отлично. «Граф Монте-Кристо» — «Озник замка Ив». Верно. «Беспредельница» — «Жестойкий романс». Правильно. Молодцы. Ура! Возвращайтесь ко мне сюда. Я считаю, что это был серьезный забег престижа, как минимум. Итак, у вас 100 баллов на табло. Это было точно посложнее. Господа, вы знали, что «Идиоты» и «Даунхаус» — это знали? Тимур знал. Саша тоже знал. Это четвертый предфинальный раунд-шоу «Бегом за деньгами». Здесь, на телеканале «Хабар». Мы продолжаем. У Дианы Снигиной и Светланы Осиповой 100 баллов. У Александра Дубровского и Тимура Шекалиева 150. Казалось бы, фенитоля комедия. Но нет. Есть еще возможность посмотреть, как сложатся дела дальше. И, господа, у вас выбор категории «Спорт». Или «Животные». Животные. Хорошо, давайте «Животные». Животные. Вам достается «Спорт». Мальчики, хоть бы раз сделали. Откуда мы в «Спорте»? Мы вообще не разбираемся. А, ну давайте, да. А, да? То есть все-таки они вас смогли уговорить? Мальчики, пожалуйста, возьмите «Спорт». Мы в «Спорт» ноль. Мы не можем. Хорошо. Давайте «Спорт» возьмем. Господа, решили поступить под «Жар Геменский». Это впервые в нашем шоу. Обычно мы этого не позволяем. То есть игра «Справедливая» и «Справедливая» легенда. Хорошо, да, игра «Спортивная». Итак, категория «Спорт» у «Красного стола», категория «Животные» у «Синего стола». И именно вы в четвертом раунде начинаете забегать. А я хотела, говорю, мальчики, мы за вас болеем. Прошу к стартовой кнопке. Очень интересно, насколько это было правильным решением. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз наградим аплодисментами джентльменов. Они пошли навстречу девушкам и дали им категорию «Животные». И теперь смотрим на табло. Что там появляется? Или кто? Пантера, енот, тюлень, рыба, корова и лошадь. А теперь, внимание, вопрос. Слева будут появляться их детеныши. Доныши, как именно они называются? Три, два, один, поехали. И первый – это щенок. Так, 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 щенок. У кого бывает щенок? Ну, с нами уже так. Хорошо, дальше. Очень интересно. Котенок. Котенок у кого? Так, очень интересно, здорово. Дальше. Белек. Кто это? Белек. Господи. Так, допустим, здесь и малек. Малек. Так, и вот здесь. И обратно. Десять баллов за скорость. Браво. Отлично, прекрасно, замечательно. Диана, давай пообсуждаем сейчас, прежде чем мы узнаем, правильный ответ или нет. Ну, котенок и пантера, скорее всего, да. Ну, белек, тюлень, я думала, что тюлень все-таки белек. Да. А вот щенок... Ну, щенок-енот – это, конечно, нонсенс, но не знаю. А кому тогда щенок? Да. Да? Ну, если методом исключения, то, может быть, и правильно. И теперь, внимание, мы считаем баллы. Котенок и пантера. Да. Щенок и енот. Да. Белек, тюлень, я не знаю, правильно. У-у-у. Малек и рыбка, конечно, это правильный ответ. Возвращайтесь к нам сюда. Браво. Девушки, на табло 150 баллов. 150 против 150. Господам нужно всего лишь ответить неправильно на все вопросы. И тогда вы просто себе отбили буквально право на специальный дополнительный вопрос. Посмотрим. Но вот тут уже в поддавке играть нельзя, надо играть серьезно, вы понимаете. Насколько сложной будет категория спорта, мы узнаем совсем скоро. Но то, что белек так называется детеныш-тюленя... Ну да, это я знаю. Ты об этом знала? Я знала, да, об этом, только забыла. Когда уже появилась, я вспомнила. Шикарно, замечательно. А вот щенок и енот в итоге... Ну, методом, конечно, исключения. Методом исключения. Можно все-таки успеть и это сделать в нашей игре. А теперь команды красных прошу к кнопке. Посмотрим, что там будет со спортом. Итак, категория спорта у Тимура и Александра на табло появляются баскетбол, футбол, прыжки в длину, хоккей, тяжелая атлетика и бокс. Казалось бы, легко. Тяжелая атлетика, штанга. Господа, внимание, вопрос. С левой стороны будут появляться таблички с нарушениями в этих видах спорта. Я думаю, им надо еще раз похлопать. Спасибо им, что они взяли спорт. Это точно сложнее. Так, вы, по-моему, сейчас слух проговариваете, какие где нарушения? Ну, если есть такая возможность. Нет, ну попробуйте, давайте. Тяжелая атлетика, что? Ну, баскетбол, наверное, фоу. Футбол. Ну, вообще-то тут прыжки в длину, наверное, офсайт, не знаю. Прыжки в длину, это застук, да, хоккей, это может быть офсайт, проброс. Все, давайте уже лучше. Уже пусть сыграют. Да, хорошо. Итак, три, два, один, поехали. Время пошло. И первая табличка. Пробежка. Так, интересно, дальше. Хорошо. Проброс, проброс. Где проброс считается ошибкой застук? Это, это, так, и офсайт. Офсайт. Это, это, вау. Фантастико. Зачем вообще с вами это обсуждал Дон? Надо это запретить, как правило. А то мы прям прыжки в длину, я думаю, ну, сейчас он задумается. Он говорит, застук. Я и знать не знаю, за что застук. Мы угадали, правда. Итак, теперь, во-первых, баллы. Десять за скорость. Далее, пробежка в баскетболе считается, конечно же, ошибкой. И это правильный ответ. Офсайт в футболе. Застук, прыжка, кляну и проброс в хоккей. Браво! Возвращайтесь к нам, когда подборные поиски это в нашей студии. Вы вторые в истории нового сезона проекта «Бегом за деньгами», кто набирает максимальное количество 200 баллов. При этом, Диана, Светлана, набранные вами 150, это тоже очень приличный результат. Если вам понравилось, это вот вопрос, вам понравилось? Очень понравилось. То у нас, возможно, будут специальные выпуски, куда мы будем приглашать участников, которые набрали достаточно много баллов на втором месте. И вы одни из претендентов. Спасибо. И ваши рекомендации тем, кто уже буквально на следующий день придет играть после вас. О чем нужно думать, что нужно делать, чтобы выиграть? Ну, та же самая рекомендация, которую нам давали перед программой режиссеры – быстро бегать. Быстро думать и быстро бегать. Да, но в итоге у вас все получилось. Может быть, только в начале немножечко, чуть-чуть, вот если бы вы шли вот так, то, может быть, могли бы их, я не знаю, как-нибудь смутить. Хотя посмотрите на них, они абсолютно в хорошем смысле не пробивают. И они молодцы, мы желаем им успехов. Да. У нас есть прекрасная традиция завершения программы. Соперники пожимают друг другу руку. Пелодители завершения в нашей студии. Спасибо. Спасибо за игру. Спасибо. Спасибо вам. Яна, Светлана, спасибо вам большое. Спасибо. Благодарим вас за участие, вы молодцы. Господа, но это еще не все. Вам необходимо теперь выиграть деньги. А для этого вам нужно разобраться с финальным забегом. Поехали. Правила финала телевикторины бегом за деньгами. На игровом поле расположены 8 ячеек по 4 с каждой стороны. На столе ведущего 8 табличек, которые он поочередно выдает участнику финального забега. Задача игрока определить, какие 4 плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалиста есть 60 секунд. Дорогие друзья, это финальный забег шоу «Видом за деньгами». Меня зовут Серик Акишев. Я обожаю нашу игру. Почему? Потому что здесь можно размять не только серое вещество, но и мышцы ног. Это все-таки возможно. А то вот эта вечная, так сказать, битва физиков и лириков, ну, в этом смысле интеллектуалов и спортсменов, мы объединяем эти прекрасные вещи здесь. Вообще в здоровом теле здоровый дух и здоровый ум тоже, если уж на то пошло. Креативный директор рекламного агентства Тимур Житкалеев и IT-специалист Александр Дубровский добрались до финала. И теперь, господа, прошу сюда, мы с вами на минутку вернемся к началу игры. Помните счастливую монету? Итак, перед вами две, так сказать, ее стороны. Красная и фиолетовая. Вам нужно выбрать одну. Красную? Красную, у нас столб был красный, я счастливую. А и монетка красная. Хорошо, значит, выбираем красную стену. Итак, красная стена там появляется на табло, появляется слово художник. Очень интересно. Итак, теперь шаг номер два. Нужно выбрать, кто будет на игровом поле, а кто будет здесь помогать и подсказывать. Давайте я буду на игровом поле. Хорошо, замечательно. Александр, вы с этой стороны. Напомню, что сториз долго сдерживаемое желание словами прокричать другу, что нужно делать. Здесь это просто правило, это необходимость. Только делайте это громко. Тимур, у вас целых 60 секунд. Вы понимаете, как это много. Восемь табличек. Четыре про художника. Я не знаю, в каком смысле. Четыре не про художника. Я думаю, вы справитесь. Ставить с дальнего табличка. Можно так, так экономнее по времени. Если табличка упала, потом поправите. Но важно, чтобы по итогам 60 секунд все таблички были на места. Порядок здесь не важен. Не важен, главное, именно совпадение четырех с нужной стороны. Вы готовы? Да, я готов. Вы сами тогда запускаете таймер. Три, два, один. Аплодисменты. Тимур Шаккалеев начинает. Первая табличка. Так, хорошо. Дальше. Следующая табличка. Так, Александр сразу подсказывает. Так, хорошо. Дальше. Сюда. И все таблички у Тимура падают. Это очень трудно. Но я уверен, что он справится с этим обязательно. Это Кмаляр. Так, сюда. Дальше. Очень интересно. Еще, 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 еще. Это художник. И так, хорошо. Палитра. Так, и последнее слово. Вот здесь. Теперь нужно расставить таблички, чтобы вы видели, что где написано. И самое главное, чтобы это видел Тимур вместе с Александром. И еще две там. Так, хорошо. Быстрее, 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 быстрее. Последняя табличка. Есть 10 секунд, чтобы оценить результат. Посмотри, пожалуйста. Алиса точно художник? Так, так, так. Алиса. Алиса точно художник? Алиса. Стоп. Время вышло. Это было, прямо скажем, непросто. Александр, Тимур, давайте вы теперь опять вместе командой. Вопрос номер один. Вы довольны результатом? Да. Алиса вас смутила, Александр. Почему? Ну, потому что это больше не к художникам, по-моему, а к малярам. То есть маляры не художники. Маляры сейчас таки так. Я не понял, что там эти IT-специалисты имеют против маляров. Итак, Мольберт, Мастихин, что это? Это все атрибуты, которые художник использует в своем творчестве. И Алифу, и Палитру. Это правильная ответственность. Совершенно верно. 100 тысяч тенге выиграли ему шутка Алифа Александр Мукровский. Ура. А теперь, господа, я предлагаю сделать финальный шаг в финальном забеге. Дополнительные 20 тысяч вы можете выиграть, если справитесь с финальным заданием. Если нет, то тогда 20 тысяч. Можно уточняющий вопрос? Насколько общим должна быть ассоциация? Достаточно общий может быть, но все-таки желательно более-менее конкретный. Мы можем посовещаться? Да, хорошо, конечно, посовещайтесь. Вот это все относится к молодик трикотажам. Это атрибуты швейн. Я знаю, что это такое, ребят. Нет, это у них, знаете, это у них из интеллектуальных игр. Говорить потише, чтобы никто из соперников не слышал. Но мы-то все равно все слышим. Итак, господа, давайте ответим на один простой вопрос. Да, играете или нет? Играют. Они готовы сыграть в бонусную игру. В случае неправильного ответа минус 20, в случае правильного плюс 20. Итак, прочитайте вслух, что написано с фиолетовой стороны. Ножницы, шпулька, распарыватель и оверлок. И это? Это все, что имеет отношение к модельеру. Он использует эти инструменты в своей работе. Это ваш ответ. Отелье. Ну вот. Да, да. Это наш ответ. Так. Модельер или? Швея. Ну вот все эти... Давайте определимся уже, модельер или швея. Это все-таки достаточно разные вещи. Давайте вот мы отсечем по оверлоку, потому что оверлок это часть швейной машинки, поэтому, наверное, швея будет более правильным ответом. Хорошо. Давайте посмотрим на фиолетовую стену. Внимание. И что же там появляется? Итак, что за профессия? И это швея! Круто! Я вас искренне поздравляю. Ребята пришли сегодня за победой. И они одержали ее просто полную на 120% и 120 тысяч деньги. Браво! Спасибо. Очень хорошо, что вы так быстро думаете и так быстро двигаетесь. И с оверлоком было очень правильное решение. Хорошо, что Алифа вас ни в коем случае не смутила. Потому что, мне кажется, если говорить о художниках, по-моему, это прям часть процесса использования Алифы при написании картин. Не скажу, что постоянно, но достаточно часто. Теперь ваши рекомендации. Давайте чуть поближе ко мне. Ваши рекомендации другим игрокам, которые окажутся на вашем месте, чтобы они могли так же, как и вы, выиграть 120? Надо пробовать. Я считаю, что деньги не главное, потому что азарт и впечатления, которые мы получили, я думаю, не заполнятся надолго. Единственное, может быть, мне показалось, если бы были казахские реалии, это было бы немножко разнообразило игровой контент. Это у нас, в общем, есть. Но, возможно, именно сегодня вам в этом смысле немножко не повезло. Но мы учтем. Спасибо большое. Александр. Я думаю, главное не забавлять темп, идти вот на, как идется, то есть на гребне волны, вот на волне идти. Начали на кураже и продолжать в том же духе. Это прекрасный совет. Не терять концентрацию в процессе скорости, не терять эту самую скорость. Дорогие зрители, если вы хотите стать участником шоу «Бегом за деньгами», вот номер WhatsApp, пожалуйста, пишите туда заявки. Наши редакторы с вами свяжутся, и я надеюсь, вы окажетесь здесь, в нашей студии. А я считаю, что мы очень здорово начали неделю игр с вашей такой, в хорошем смысле, разгромной победы и с прекрасным результатом. Вы задали хорошую волну для всей недели «Бегом за деньгами» здесь, на Хабаре. Всем пока, увидимся уже завтра. До свидания. Чао. АПЛОДИСМЕНТЫ